В Самарской области одинокие пожилые люди неожиданно для себя получили подарки к Новому году. Их преподнесли волонтеры, которые в преддверии праздников стали обходить дома-интернаты, не оставляя без внимания никого. Собрать деньги на покупку всего необходимого смогли всего за пару месяцев через интернет. Мария Васильева подробнее. Игрушка новогодняя, рисовой платочек, открытка и сладости. Такой подарок для дедушки. И таких еще больше сотни для каждого пожилого мужчины из Тольяттинского дома-интерната. Для дам 200 особенных подарков. В них всякие женские штучки, зеркальца, заколочки. В новогодние праздники эти ребята решили поздравить тех, кто остался один на один с болезнями и одиночеством. У нас у каждого есть свои бабушки, дедушки, ну большинство из них. И мы, конечно, их поздравим. А кто поздравит тех, у кого никого нет? Все-таки такой праздник, Новый год, даже взрослым людям хочется верить чудо. Два месяца активисты благотворительного движения, которое создали сами, собирали подарки. Как говорится, всем миром. Разместили объявления об акции в интернете, обзвонили знакомых. Откликнулись десятки неравнодушных. А вот эти вот открыточки нам нарисовали. С детских садов и школ. Смотрите, какие классные. А вот, например, незнакомый мне человек. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю счастья и удачи. Гончарова Насте. Мало-помалу на лицах появляются улыбки. Но чаще слезы. Неожиданный визит гостей пенсионеров растрогал. Счастья вам! Здоровья! Не болейте! Чтобы все ваши мечты сбывались! Юрий Иванович ослеп от тяжелой болезни три года назад. Тогда родственники отдали его в дом престарелых. С тех пор никто не навещал. Когда в его комнату вдруг нагрянули молодые люди, ветеран сразу оживился. Вот сейчас я чувствую, ага, пришли люди. Значит, как-то нужны мы тут, нужны. Валентина Васильевна снова и снова рассматривает свои подарки. Особенно ее тронула икона. Спасают только молитвы, говорит женщина. Много лет она прикована к постели. Спасибо вам за вашу доброту, за добрые отношения к нашим старым больным людям. Очень приятно все это, очень. Постоятельцам пансионата волонтеру подарили бесценное. Заботу. Молодые активисты обошли все сто комнат здесь и уделили внимание каждому ветерану. Мария Васильева, Алексей Исаев, Юрий Стрельцов. Первый канал. Тольятти. Самарская область.